Привет, Олен. Как жизнь молодая? Ты хорошо выглядишь. Видишь, какая у меня ромашка? Вижу. А у меня, оказывается, ромашки еще же есть. Вот. Там и белые, и зеленые, какие хочешь. А у меня божья коровка на ромашке. Видишь? Видел, видел, да. Отлично. Оживляет она ее, эта божья коровка. Да, всем нравится. Вот сейчас как раз будет выставка. Я сейчас сделаю объявление, похоже. Эта выставка будет проходить там я в центре Москвы, там есть. Напишу там еще адрес 20-го открытия. 20-го открытия я всех приглашаю, кто в Москве живет. И там еще наш Федор Макаров, который киносценарист, который делал фильм к мечте. Кто не видел, напишите в Ютубе. Запросите там «Ключ к мечте». Это фильм, как я создавал метод ключа, как я готовил, это все три подготовки, модель невесомости создавал и так далее. Он будет там делать съемку. И потом мы эту съемку выложим у нас по каналам, и в Телеграме выложим, и в Рутубе, и в Ютубе, и в Одноклассе. Ну, везде, где наша школа «Человеков хомо-футурс» встречает будущее. Я хочу сказать, что выставка будет необычная. Она, это вообще «Лего», «Лего» называется. Она отличается от всех выставок тем, что там нет худсовета. Там любой художник может свои художества показывать. Но, к сожалению, там нет времени у них. У них всегда занято время, распланировано, потому что желающих много. Удивительная выставка. И поэтому для меня большая честь, что там будут мои картины. И самое главное, инициатором этой выставки является, значит, Тамара Зиновьева. Ну, с которой мы как-то в книжке есть, ее целая глава у меня в одной из книг, как она рассказывала, как детская каляка-маляка, если ее развернуть, получается произведение. Что мы все творцы и так далее. Ну, вот она это поспособствовала созданию этой выставки сейчас. Я очень счастлив, что Федор и потом Александр Крон, который у нас потом будет распространять наши картины по подъездам Москвы. У него команда такая, компания, которая имеет такое право объявления. Они делают, и сейчас, когда кончили там право депутатов, вводят мои картины А4 или А5 со штрих-ходом выхода на наш канал. Ну, отлично как. Да, замечательно. Кстати, я хотел спросить, вы там пишете на Ютубе и в Телеграме, что выставка будет необычной. Я хотел спросить, чем же она необычная? Вы уже не дали мне спросить, уже все рассказали. Как будто, как говорится, с языка сняли. Отлично. Тем, что нет худсовета, и Федор будет делать фильм. Ну, да, будет снимать. Кроме этого, они приедут ко мне, Федор. Потом, значит, Кромнен наш Александр, который у меня имеет такой, знаешь, честный купец. Ну, такое вот шутливое название. Очень интересный парень такой, очень интересный. Он в этом узорах ковров читает такие необычные смыслы, которые для обычного человека непонятны. Ну, он очень интересный. Мы с ним несколько роликов делали. Еще будем делать. Я хочу его захватить, когда он приедет. Помогать мне картину туда перевезти на выставку. Одновременно с ним сделать видео. Одновременно сделать видео. Что вы сейчас? Подожди. Там мне звонят больные опять. Я... Олен, давай мы сейчас завершим, а потом мы следующий ролик тоже еще раз сделаем. Да, конечно. Надеюсь, будет очень-очень успешная выставка. И очень многим посетителям, которых будет много, она понравится. Я уверен в этом. Я очень рад, что ты у меня тоже и психолог, и художник, и бывший пограничник. Потому что, короче говоря, много чего. Шейли, привет. Вот опять, пожалуйста. Сейчас, давай. Я с вами поговорю. Мострую помощь, как всегда, оказываю. Да. Пока. Сашенька, привет. Буквально одну минуту. Сейчас, секунду. Я настрою компьютер. Ты что, как Ленин, с бородой и с усами? Я решил. Я решил, когда был отпуск, попробовать изменить имидж. Тебе идет. Ну, потом берем. Тебе идет. Да, мне понравилось. Ну, так, я смеху, понимаешь, такая. Василий Магомедович, мы не завершили. Да, ну да. Это Саша Парилов, профессор, теперь наш звонит. О, Сашенька. Привет, он большой. Сейчас, Сашенька, я тебе помогу. Сейчас буквально, сейчас буквально помогу. Да, если ты занят, давай перезвоним. Не, не, ну, две минуты. Я с Оленом разговариваю. У нас же выставка. Я тебя заодно приглашаю на выставку. Меня-то самого там не будет, но там будут все наши. И все, кто хочет увидеть живьем картины мои, они мне все пишут, друзья, какие они у вас необычные, какие они у вас целебные и так далее. Вот живьем просили. Когда-то мы можем увидеть. Я как раз приглашаю всех на выставку, потому что вы живьем увидите. Все, я сейчас с Оленом договорю. Договорю. И я тебе перезвоню, буквально через минуту. Давай. Так, это Павелов, наш профессор, звонил. У него проблема какая-то. Сейчас я ему помогу. Так, сейчас, секунду. Ну, хорошо, мы на этом закроем. Да. До встречи, Олен. Жалоба тебя не будет. Ты в Махачкале, а это в Москве происходит. Причем центр. Ну, да. Ну, я Федор Афин посмотрю. С удовольствием и с радостью. Посмотришь, да. Да, эти дни меня не будет там, да. К сожалению. Ну, ничего. Ну, ладно, давай. Пока-пока. И больше. Скоро мы тебе устроим выставку. Давай. Мы тебе сделаем вот такую потрясающую выставку. Давай. Мы тебе сделаем вот эту дни. Давай. Давай. Продолжение следует...